Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы. Парень ушёл, вот, значит, всё было хорошо, каждый день на связи были, строили общие планы, каждый день взял как любит, да, то есть на постоянные отношения, вот, сказать, что хочешь перестаться, не хочешь делать мне больно, в случае, если что-то случится, с ним и пытаться себя и меня иллюзиями, плюс очень ревнивый, человек, ему нужно всё контролировать, где я и что я, моё мнение, что он всё же меня любит, но вопрос в том, вернётся ли он ко мне или это конец отношений, сколько нужно времени с человеку, чтобы понять, что хочет быть вместе, соскучиться, вот, значит, на что мы здесь можем обратить сразу внимание, да, Вот мы как, вот, если мы смотрим на это, вот, с точки, значит, с точки зрения психологии, да, значит, первое, это то, что парень ревнивый. По словам, автор вопрос. А, парень ревнивый. А, ему нужен контроль. И, ээээ, Татьяна, вот, которая, в данном случае, получается, себя почему-то именует Таней. Вот. То есть, вполне возможно, что человек не чувствует себя взрослым. Не хотелось бы конечно такое как-то допускать, но очень может быть, что человек не считает себя врусом и это приводит ревность, ревнивость своего молодого человека как что-то нормальное, то есть для нее ревность это нормальное, нормальное то, что человек пытается контролировать ее. И в общем и целом я бы сказал, что это возможно первый момент, это момент того, что Татьяна нуждается в каком-то контроле, Татьяна нуждается в какой-то опоре, Татьяна нуждается в том, чтобы ее контролировали. Ну потому что она вероятно не доверяет себе в полной примером. Так это или не так, мы сейчас сказать не сможем, потому что нам не хватает для этого информации. но совершенно очевидно, что к ревнивости у Татьяны какое-то свое особое отношение. Дальше. Значит, человек говорит о том, что хоть бы остался в виду непростых жизненных обстоятельств, в которых оказался он и, соответственно, она. напалкивается на мой взгляд, непонимание со стороны Татьяны. То есть Татьяна не принимает желание молодого человека расстаться, то есть она игнорирует это. О чем это говорит нам, ну вот в первую очередь? Нам это в первую очередь говорит о том, что она, то есть Татьяна, она нацелена на себя, на свои чувства, вот, и не очень нацелена на чувства молодого человека, вот. Неприятная, неприятная ситуация, вне всякого сомнения, вот. Ситуация совершенно неприятная здесь, вот. Но, тем не менее, факт остается фактом. Так же я бы сказал, что Татьяна демонстрирует, на мой взгляд, зависимость от человека. То есть она демонстрирует зависимость от мужчины. Вот, это, к сожалению, бросаются в глаза, к сожалению, этот момент. Вот, что это происходит. Ну, в данном, в данном, в данном случае. На это я бы тоже обратил бы внимание, вот. А что происходит еще? Еще происходит то, что Татьяна не обращает внимание на себя. Вот, она обращает внимание только на парня. Вот, и хочет ему оба с ней. То есть демонстрируется такая вот некоторая, я бы сказал, наверное, невнимательность к себе. Вот, демонстрируется игнорирование своей, так скажем, ну, субъектности. Вот. Происходит игнорирование своей субъектности в угоду отношениям. Вот. Ну, к сожалению. К сожалению. Вот. А проблема ли это? Да, это проблема. А можно ли и нужно ли это скорректировать? Да. Это, это можно и нужно скорректировать. Потому что это делает вот в данном конкретном случае очень сильно зависимость от мужчины. Вот. А обстоятельства таковы. Ну, на данный момент, что неизвестно будет Ленинг лифт. Вот. Ну, вообще говоря, вообще говоря, то как, то как Татьяна реагирует на ревность своего партнера, вот, то как она реагирует на это, позволяет нам предположить, позволяет нам вот в какой-то степени учреждать, что это зависит. Вот. Вот. То есть это вот, что Татьяна находится в созависимых отношениях. Вот. И в созависимых отношениях можно и нужно выходить. А вот лучше всего это делать, конечно, с помощью психолога. Так. Так. Здесь лучшийцы, лучше всего. Так делали. И уже из более свободного взаимодействия с партнером выстраивать отношения. Вот это было бы наверное с тем вектором, который мог бы на самом деле очень сильно помочь автору вопроса решить свою проблему. Не ситуативно как сейчас она пытается это сделать, да? Не ситуативно. А именно вот более глобально, скажем так. Вот такой ответ я мог бы и хотел бы дать на сегодняшний день. На этом все. Пожалуй, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. Буду вам благодарен за обрядную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Позволит вам сформулировать базовые постулаты. Постулаты для психотерапии. Удачи вам. Всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...